Компании, ремонтирующие дороги в Екатеринбурге, серьезно подводят горожан. Сразу на нескольких участках работы серьезно затягиваются, а где-то и вовсе не начинались, несмотря на середину сентября. Сами подрядчики в голос твердят, что не успевают и ищут отговорки, а власти обвиняют дорожных строителей в некомпетентности и нечистоплотных победах в конкурсах. Самые горячие точки объехала Анжела Брик и составила график, когда же автомобилистам полегчает. По ней работы сегодня начинаются и будут закончены в среде. В среде следующей, что сегодня среда. Какая среда, не уточняется. О сроках подрядчики говорят весьма обтекаемо. Хотя уже в пятницу капитальный ремонт на Фурманово должен был закончиться. Администрация торопит строителей дороги, те строители тепловых сетей. Но пока дело труба. 15 сентября мы обещали проложить теплотрассу в трубном исполнении. Вот она, посмотрите, в трубе сейчас лежит уже. То есть она закончена. Осталось строительные работы по перекрытию канала. Изначально вот этот такой проект, он приблизительно рассчитан на 4 месяца. Эти работы мы выполнили за месяц. Спешат дорожные рабочие неспроста. Чтобы уложить асфальт, им потребуется 2 недели. Это при хорошей погоде. Но будет ли она, не ясно. Я думаю, что реальный срок будет в середине октября. 10-е, 10-е, 12-е. Штрафовать подрядчиков администрация пока не планирует. Видит, люди стараются изо всех сил, чтобы сдать пока еще тупиковый участок в этом году. На перекрестке Сурикова-Циолковского также работают круглосуточно. Здесь дорогу не ремонтируют, а строят с ноля. Успеть в срок помешали газовые сети. Их перенос из-под дорожного полотна изначально не был запланирован в проекте. Таких точек в Екатеринбурге десятки. Работа не стоит, как и движение транспорта. Нынче ремонтный сезон водители, на удивление, почти не заметили. Пробок возле этих участков нет. В тех местах, где сейчас эти ремонтные работы идут, ситуация в целом на ситуацию в городе не влияет. Сложнее всего с ремонтом дела обстоят у Новосвердловской ТЭЦ. Дорогу фирма обещала сдать к 15 октября, как и еще 8 объектов. Но строительство там даже не начиналось. Это пример того, что в конкурсе победила компания, не обладающая никакими абсолютно собственными ресурсами. Ни техникой, ни людьми и так далее. Бороться с недобросовестным подрядчиком мэрия намерена через суд. Вот только тяжба эта может затянуться на долгий срок. Впрочем, никаких денег фирма не получит. Скорее всего, еще и заплатит за свою недобросовестность. Анжела Брик и Владимир Середа. Новости 41 канала.